Смекательно. Добрый день, уважаемая комиссия. Меня зовут Хлопаков Павел. Я хочу представить вам свой проект по направлению прикладного программирования. Тема моего проекта – это развлекательно развивающая игра географии «Country St. Capital». Заказчик мой – это глава НОВА РЗФ Сергеевна, учитель географии в школе. И консультант Заварев Тегар Константинович, тоже преподаватель в юлицею, преподаватель программирования. Как можно заметить, мир мобильных устройств стремительно развивается. И Android является самой популярной операционной системой, которая стоит на этих устройствах. Также можно заметить, что очень популярны в последнее время стали мини-приложения и утилиты. Целевой аудиторией моей программы являются люди, желающие как-то повысить свои знания, эрудицию в области географии. Или просто отдохнуть от повседневности. А стопатик, как сказать, зачет по географии можно с помощью географии? Нет, нельзя. Это как-то подвесправочник только можно использовать, мне кажется. А у нас вот здесь была программа, чтобы подставить сонки, еще кому-то подводить доступ, и рисовать карты, как-то страны и столицы. Ну это в дальнейших перспективах можно было указать. Цель моей программы была создать такое приложение, которое помогло бы пользователю с пользой провести свободное время. Расширить кругозор как-то, ну или просто освежить уже имеющиеся у него знания. Если мы говорим об учениках школ, то это в первую очередь ученики старших классов, потому что именно в этот период школьной жизни они проходят экономическую географию. То есть эта программа послужит полезным подспорьем в изучении географии и в то же время справочником. Также они смогут проверить свои знания, пройдя некоторые тесты, которые у меня имеются. Реализация данного приложения осуществлялась среди разработки Eclipse на языке Java и под платформу Android. Моя программа реализована как на английском, так и на русском языках. То есть у меня есть мультиязычность. Чего нет во многих аналогах, которые я нашел в Android-маркете. Также состав моего приложения. Ну, мое приложение состоит, можно сказать, из пяти пунктов. То есть это сами игры, потом страны мира, то есть информация основная о каждой стране мира, признанный он. Также у меня есть пункт статистика, в котором хранятся рекордные значения, полученные в обеих играх. У меня две игры. Также возможно поменять язык в моей программе. И в пункте портфолио хранится общая информация о программе и об ее изготовителях и разработчикам. Здесь вы видите структуру моего приложения. Как я уже говорил, оно состоит в основном с пяти пунктов. Новая игра. При нажатии на пункт на игру мы переходим в выбор игры. При выборе игры мы попадаем в окно самой игры. То есть вот здесь вы его видите. Страты мира. Здесь высвечивает список стран мира. Можно воспользоваться поисковиком для более удобного поиска. При выборе и торговой струны высвечивается общая информация о ней. Статистика. Здесь вы видите рекордный результат в игре столицы, а тут рекордный результат в игре статистика, в игре валюты. Но тут в пункте язык можно выбрать тот или иной язык, с которым удобнее всего пользуются приложения. Ну и в пункте портфолио основная информация о программе и о разработчике. Аналогов я нашел много. Однако, как мне показалось, во многих из них нет цельности и завершенности. И основной их проблемой и недостатком является отсутствие одновременно теоретической и практической частей. Здесь вы видите матрицу аналогов. Я свою программу здесь сравниваю с пятью другими, с ее аналогами по четырем критериям. Мультиязычность, интерфейс, теория и игры. Мультиязычность. Вы видите, что не все программы поддерживают несколько языков. Некоторые программы не имеют должного собранного интерфейса. И в некоторых программах отсутствует одновременно теория и практика. Здесь вы видите скриншоты аналогов моей программы. Как вы видите, на некоторых из них страдает интерфейс, а на некоторых неправильно построена структура. Направление дальнейших... Просто поподробнее инвестора дают интерфейс, например. Интерфейс, например, вот здесь. Вот здесь, например, флаги на разной высоте находятся. И разных размеров. И разных размеров, да. Разного сфера, в общем, выделяются. Ну все, да, я получил ответ на свой вопрос. Направление дальнейших разработок. Ну, такие программы, как у меня, их можно модернизировать и разрабатывать еще очень долгое время. Во-первых, можно добавлять игры в новых форматах. Во-вторых, конечно, можно добавить более углубленную детальную информацию о каждой стране. И, в-третьих, естественно, дизайн интерфейса программы может быть модернизирован бесконечно. То есть, с целью достичь некого идеала. Является ли добродетелью заменой интерфейса на более сложный? Мне кажется, да, но в то же время должен быть понятный пользователю. То есть, я имею в виду сложный, более интересный. Более интересный. Сложный пользователем, более страшный. То есть, более интересный, я имею в виду. Используемые средства. Ну, реализовала я свою программу на 3D разработке Eclipse и пользовался базой данных SQLite. Используемые ресурсы, это в основном интернет-ресурсы. Именно из них я черпал нужную мне информацию, будь то информация о столице, валютах и так далее. Теперь перейдем к показу моего приложения. Я хочу сказать, что мое приложение, в первую очередь, сделано для мобильных устройств. Например, такого масштаба. Но я не смог их подключить к компьютеру, чтобы вывести на экран. Поэтому сначала покажу вам на эмуляторе свою программу, а потом вместе с телефоном пройдусь и покажу, как она действует на самом устройстве. Вот главный мини-программ моего приложения. Здесь есть 5 пунктов. Например, зайдем в пункт портфолио. Вот, в пункт портфолио есть разработчик, страна, и было разработано приложение, и дата релиза. Но, так как я еще свое приложение не выставлял в Android Market, поэтому здесь стоит многоточие, потому что неизвестно, когда ее выставили еще. И программ, и основное в программе Adressing Capitals. Пункт статистика. Здесь хранится рекордные значения из игры столицы и из игры с валютой. Вы можете сейчас запомнить значение, потом мы пройдем одну из игр, например, и получим рекордные значения, и результат здесь изменится. То есть, другое значение. Пункт страны мира. Здесь встречается список остальных шести стран, признанных вон. Например, выбираем Афганистан. Высвечивает свой флаг, и основная информация. Площадь, население, столица, валюта и официальный цифр. Это обновляет информация. Или она один раз туда нанесена, и все. Ну, естественно, я ее могу обновлять. А другие люди, кроме вас? Другие люди не могут обновлять. Ну, потому что... Вы куда вы делаете? Я думаю, вон несколько раз, ну, у нескольких стран, как раз меняется сам валюта, тем более население. Да, но это моя задача обновлять, а не пользователя. Понятно, что не пользователи, но, грубо говоря, вы же не можете... Ну, во-первых, это можно сделать действительно автоматом, а, во-вторых, ну, вы же не будете вечно сопровождать эту программу. Вот вы ее сейчас написали, дальше поступили, куда вы там поступать собираетесь, и пишете другие программы. На пенсии будете сидеть, обновляйте ее. Что, вы будете все время это все обновлять? Каждый год? Нет. За какого-то периода, да, а потом... Нет, ну, да. Ну, что ж, дальше посмотрим. Мы лучше в дальнейшие разработки можем добавлять, чтобы автоматическое обновление что-то. Эта же информация везде есть. Поиск по... Сейчас. Реализацию поиска я вам потом покажу на устройстве, потому что Android-эмулятор не поддерживает русский язык, поэтому мы не сможем сейчас здесь вести начальные буквы с интересующей нашей страны. А там поиск только по стране или можно по столице тоже? По стране. Новая игра. Ну, вообще полезно просто в телефоне, на самом деле иметь и по столицам, но и по валютам, на самом деле. Если я куда-то собираюсь, у меня в телефоне-то есть. Почему нет? Я бы его использовался. У меня есть две игры. Столица и валюты. Например, вземную игру в столице. Часть столицы. Высвечивается... Ну, вот вопрос. И... Ну, столица, которой надо найти страну. И имеется четыре грамта ответа. Лжи, Бразилии и так далее. При выборе, например, неправильного ответа, он окрашивается в красный цвет. Правильный же ответ становится зеленым цветом. Сейчас. Всего у меня имеется десять вопросов. Сейчас я их проведу тогда. Ну, вы обвините. Случайно не стану. Проблема в том, что практически всегда понятно, что за этот сам ввесел. Ты говори, Apple всегда с Богом выходит. Здесь они случайно выбираются. Ну, да, я протегрую. Высвечивается только что полученный результат. И, как вы помните, здесь рекордный результат был один. Только непонятно, почему все было по-русски, а потом появилось слово result. Но она же двуязычная. Это мультиязычная. А, то есть это вот кто? Да. Это и есть мультиязычная. Ну, нет, это было понятно. Разговаривать с вами на том языке, на котором читать нужно. Ну, я изменю. Ну, понятно. Спасибо за замечание. Просто если мы вспомним, что было вначале, то оно было только на английском. Видимо, когда мы делали на русский, Да, я создал еще одну базу данных русскую и привязал ее. Молодец. Ну, игру Canvas я могу показать на устройстве. То есть при первом входе в игру у нас высвечивается меню языка. Вот раз, допустим, выберем английский. Новая игра, New Game. Кубинс. То есть эта игра реализована так же, как игра столицы. Сейчас я вам покажу поисковик, которым можно пользоваться пункты страны мира. Например, ведем РААК. У нас идет сортировка и высвечивается сразу Россия, Россия. Сейчас выбираем. И высвечивается основная информация о стране на английском языке. Это вы же одностоящий, англоязычную версию? Да, да, да. Окей. Смотрите, мы сами патрики. Версия 1.1. 1.0 была одноязычная, что ли? Нет, у меня версия 1.1, это король, я считаю. Вы видите, из-за второго звучит. Да, два-два. Да, два-два звучит. Пять. Ага. А, эти две. Даже проще. Даже кнопочка не понравилась. А, так. Мы работаем в туши, люди используются проводить. А где ее можно скачать? А сверху можно вводить по стране, да? Да. А если, подожди, а снижа еще по-английски начнем вводить? То они чего-нибудь просто покажутся. Нет, почему? Потому что у нас страна, уже на русский язык. У тебя программа... Все страны на русском. Да, то есть на русском. Нет, это не играние уже. Ну, если... А почему, если у нас интерфейс на русском, то почему мы уже не сказали на русском языке? Вот я могу переписать, там, не знаю, он говорит, по-русски написано, и узнать, что это за страна, и как она по-русски произносится. Ну, если у кого-то не хочет выяснить, то она была сложная. Это хорошо, я могу узнать, как она по-русски произносится. Короче, сейчас уже... Это еще одно свойство программы. Опять же, название... Так, а что, вот я забрал, и что дальше? Вы просто пробелы, что вы вначале поставили. Поэтому... Ну, кстати, это неплохо бы обрабатывать. Ну, вот ZI... Балансоматерический компонент для борьбы. Да, правда. Особенно с валютами, учитывая, что по-английски она пишется одним образом, а по-русски переводится как угодно, но не обязательно так же, как было написано из-за столицы. Да, правил транслитерации вообще... Немножко это не работает. Вот, а у произношения так как-то не будет. Я не знал, потому что... Так что вообще, как бы, связь между одной и другой, хотелось. Что, вам вопросы начали задавать? Скажите, а почему в качестве средства реализации своей программы вы выбрали такой инструмент, как кейс? И вот целых их тут написали нам раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь с копейками страниц кейсов в количестве 196 штук в одном случае. Два раза, то есть, да. 196 штук в другом. Можно сказать, что в английском нет. Да, потому что страны у меня в базе данных хранятся не идентично. То есть, в английском, например, в английской базе данных у меня первая Австралия, а в русской, например, Россия первая стоит. И поэтому я создал, получается, две папки по своему сути, шесть флагов, которые хранятся, это изображение в флагах. А в базе данных разве нельзя картинку хранить? Нет, нельзя. Можно хранить именно файлы. Ладно, скиллайте, нельзя. Так что, картинку нельзя хранить? Бинарные данные же можно хранить. Скиллайте, я не знаю, храните. Я, по-моему, нигде не нашел. Я уже не спрашиваю, кто скажет, что нельзя. Хорошо, можно хранить имя файла. Но вот что-то мне подсказывает, что 196 на 2 кейсов это не самое лучшее программистское решение, которое мы могли придумать. Намного было удобным в использовании. Извините, вы не задолбались писать 400 кейсов. Я просто взял, скопировал и, например, первое изображение называется изображение 1, я просто второе назвал изображение 2. То есть это за него 10 минут на... Один список. Нет, прошу, это... Нет, простите, где вы назвали изображение 1, изображение 2? Да, у меня там первое название это... Это изображение 1, изображение 1, это изображение 1, изображение 2. Да, вот это изображение 1. Да, вот это изображение 1. То есть когда у меня подключается русская база данных, то я... За трудовлюбивость, что человеку было не лень, это все писать, можно повысить. А за программистскую составляющую. Как будто бы профессионально в своих контролях. Главное, что результат есть. Нет, результат работает, результат вполне приятен на вид, надо отдать ему должное. Нет, просто компиляторщик очень интересный. Вот, есть алгритмы, которые там по разным наборам кейзов раскладываются через компьютерную галту или через дерево. Это хороший тест-кис. Он просто будет подряд через 6 меток, сразу там компьютерную галтурует бах туда. Можно статью писать. Хорошо. Что, можно сказать? Да, надеюсь, да. Спасибо.